Здравствуйте! В студии БНТВ Ольга Уланова. Судьба генерального плана Петербурга законов и иных вопросов, связанных с градостроительной деятельностью, не на шутку беспокоит петербургских депутатов. Запросы в адрес губернатора подавались уже не раз. Подробности в сегодняшнем выпуске. Расставим акценты. На сегодняшнем заседании законодательного собрания запросов, связанных с градостроительной деятельностью в Петербурге, оказалось довольно много. Так, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Сергей Никишин акцентирует внимание на том, что уже трижды вынужден обращаться по поводу нарушения сроков подготовки проекта закона об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Петербурга. А это серьезно влияет на качество разрабатываемой градостроительной документации. В последнем ответе главы города сообщалось, что проект закона будет направлен в региональный парламент в декабре 2012 года. Однако он до сих пор не внесен. Депутат интересуется. По каким причинам разработка проекта закона об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Санкт-Петербурга, начавшаяся более трех лет назад, до настоящего времени не завершена? Сергей Никишин хочет знать, когда же законодательное собрание увидит этот документ. Он также обращает внимание губернатора на проблемы, связанные с подготовкой документации по планировке территорий. Разработка законов и иных нормативных актов по градостроительной строительной деятельности сегодня в Петербурге действительно затягивается, сожалеет председатель правления Северо-Западной палаты недвижимости Павел Созинов. Все это очень грустно на фоне того, что соседний субъект Федерации, Ленинградская область, практически все документы, по крайней мере на уровне субъекта, рассмотрели. Некоторые находятся у депутатов, они еще рассматривают, вносят свои поправки. Беспокоит Сергея Никишина и работа над генеральным планом города. В частности, разработка профильными исполнительными органами комплексной транспортной схемы Петербурга, которая должна быть учтена при подготовке изменений в генплан. Депутат же Игорь Коровин недоумевает по поводу работы комиссии по подготовке изменений в этот самый генплан. По регламенту собираться она и должна два раза в неделю. Однако с начала ее работы, судя по опубликованным на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре протоколам, вместо 32 заседаний пока состоялось только 9. По мнению специалистов, сокращение числа заседаний комиссии существенно влияет на сроки внесения изменений в генеральный план Санкт-Петербурга и, как следствие, снижаются темпы развития капитального строительства в городе, как жилых, так и социально значимых объектов, а также темпы развития инженерной социальной инфраструктуры. Народный избранник просит разъяснить, почему нарушается регламент работы комиссии и как исправить ситуацию. Кстати, у депутата Бориса Вишневского на сей счет есть свое мнение. Почему он не собирается? Вопрос скорее к администрации, которая включила туда такое число своих представителей, что на комиссии вечно нет кворума. Я думаю, что их следовало бы назначить туда меньше, тогда было бы меньше проблем. Недоволен Борис Вишневский и тем фактом, что в комиссию, обсуждающую такой важный вопрос, как генплан, вошли лишь три представителя законодательного собрания. Он свои предложения по изменениям в генплан уже на правил и надеется на их рассмотрение. Правда беспокоится, когда же она это успеет, если, по словам депутата, собирается, цитирую, через три раза на четвертой, и то с трудом. Дело в том, что на этапе уже принятия изменений в генплан в ЗАГСе очень сложно будет подавать правы правки. Мы не можем подавать правы правки по нашему же регламенту к графической части, то есть прямо здесь в зале вносить предложения по изменению назначения каких-то функциональных зон. Добавим, что ранее депутаты уже интересовались тем, когда же они наконец-то смогут увидеть изменения в генеральный план. Стоит заметить, что еще в начале февраля директор научно-исследовательского и проектного центра генерального плана Петербурга Юрий Бакей заверил БН, что работа комиссии продолжается и наблюдать за ним можно на сайте комитета по градостроительству, где организована онлайн-трансляция заседаний. На сегодняшний день, то есть на вчерашний, отработано 7 районов. 7 из 18, плюс еще будет ряд слушаний, которые будут посвящены неким там отраслевым делам. Ну, то, что касается транспортных каких-то дел, отдельно там по границам, по лесам. Запросы, исходящие уже не раз от депутатов, так же, как и мнение девелоперов, которые неоднократно приводил БН, лишний раз подтверждают, что в Петербурге налицо проблемы с единой градостроительной политикой, и они требуют скорейшего решения. Эксперты вынуждены констатировать нерадостные факты. Город как девелопер, как застройщик, к сожалению, сегодня не очень силен. Как потенциальный проектировщик оказывается еще более слаб. Системный сбой, который сегодня наблюдается в Петербурге, очевиден и для делового сообщества, да и для горожан. Остается надеяться, что, несмотря на все проблемы, город интересен инвесторам, и они не уйдут из Петербурга. Акценты расставлены. В студии была Ольга Уланова.